Рассмотрение уголовных и гражданских дел на выездных судебных заседаниях обеспечивает выполнение одного из главных принципов судопроизводства. Его гласности. Они являются эффективным средством предупреждения преступности и воспитания в людях чувства уважения и ответственности перед законом. За процессом работы выездного заседания Мерзоулукбекского суда по уголовным делам следили и наши видеокамеры. На скамье подсудимых уроженец Марканда, проживающий в настоящее время в Черчихском районе Ташкентской области, Эльдор Туробов. Неизвестно, по какой причине он ступил на неверную дорожку. У него была прекрасная работа, хорошая должность. Туробов был заместителем начальника финансового отдела Хагмиата города Черчика. Вполне достойное место для 32-летнего молодого специалиста. Однако, несмотря на все это, во времена, когда в нашей стране осуществляются масштабные реформы и нет места мошенничеству, он все же ступил на преступный путь в целях легкой наживы, пошел против закона, воспользовавшись своим служебным положением. Туробов пообещал своему знакомому Алматову помощь в приобретении автомашины вне очереди, потребовав взамен взятку в размере 1300 долларов США. Почувствовав преступную сущность происходящего, Алматов обратился с заявлением в органы внутренних дел. Было возбуждено уголовное дело, которое рассматривалось Мерзоулукбекским судом по уголовным делам. На выездном судебном заседании присутствовали активисты Махалей, родные и близкие потерпевшего, а также самого подсудимого. Наказание было применено не самое суровое. Суд принял во внимание раннее отсутствие судимости у Туробова, а также наличие двух маленьких детей. Однако факт остается фактом. Последствия неприглядного поступка останутся надолго. Я глубоко сожалею о своем поступке. Я осознал свою ошибку и обещаю, что впредь никогда больше не ступлю на преступный путь и буду противостоять коррупции. Отметим, что выездные судебные заседания служат отличным способом повышения правовой культуры населения. Профилактики преступности, ведь именно здесь народ видит справедливость в действии, убеждается в верховенстве закона.